Особое мнение на 101FM Да, я пользуюсь регулярно общепитом Потому что мы работаем И по большому счету обед у нас всегда запланирован Обед по расписанию Да, обед по расписанию А как вы туда попадаете? Вы вакцинированы? Да, в данном случае мы просто покупаем Я не вакцинирован, то есть я к этому готовлюсь На вынос покупаете? Да, покупаем на вынос То есть и с семьёй мы тоже приходим, покупаем на вынос И с коллегами по работе покупаем на вынос И обедаем в офисе Ну и как же это? Это же, наверное, очень обидно Нет, вы не чувствуете себя человеком второго сорта? Нет, я не чувствую себя человеком второго сорта В принципе, я считаю, что меры, связанные с ограничением активности Они адекватно, скажем так, реагируют на то, что Есть некая, ну такая, скажем, кривая Да, заболевание И борьба с ней основная Это то, что всё-таки ограничивать активность и контакты Вопросы качества этих ограничений Вопросы подходов к QR-кодам и ко всему остальному Я считаю, что это, ну, темы, скажем, такие очень пилотные На сегодняшний день Что это значит? Ну, то есть Никогда такого у нас не было И мы какие-то первые попытки предпринимаем Разрулись Да, я считаю, что всё-таки у нас не отложилось в сознании Прежде всего нашей власти Что ковид это надолго Наши власти или граждан? И граждан, и власти Но власть транслирует подходы Вот, в общем-то, власть – это голова общества И в данном случае именно подходы власти Пример власти, скажем так, интерпретация И, ну, формирование доверия в этом вопросе Оно и формирует общественное поведение, скажем так Поэтому здесь я считаю, что всё-таки власть Демонстрирует всеми своими действиями Сиюминутное принятие решений Здесь и сейчас И, собственно, реагирует уже по факту А не упреждая какие-либо моменты Это говорят практически все эксперты И я считаю, что, ну, сама по себе система власти Которая сложилась Она просто, ну, не способна, что ли, по-другому реагировать Не способна заниматься профилактикой Не способна формировать некое общественное поведение Там, впустя какое-то время А мы говорим сейчас про Россию или в целом про весь мир? Ну, я... Или про Кировскую область? Не имею личного жизненного опыта проживания Длительного в стране другой во время пандемии Поэтому я, конечно, говорю про Россию Но мне кажется просто, что все остальные страны Ведут себя примерно так же То есть бьём по хвостам, что называется, да? Нет? Ну, на самом деле я не считаю, что элиты стран Какие-то, ну, разные сильно там по поведениям По ценностям, по, ну, твоим подходам Есть, конечно, какие-то культурные, традиционные аспекты Но, тем не менее, общечеловеческие ценности И те тренды развития, которые нацелены на то, что экономика должна расти Там благосостояние граждан увеличиваться Они, в принципе, везде одинаковые И при этом, вот, ну, здесь, там, теории, там, конспирологии Там, каких-то, там, заговоров, там, и так далее Но я в данном случае считаю, что всё банальнее и проще То есть вирус появился, он, его природа до конца не изучена Как он появляется, кого он заражает, кого он щадит, непонятно Поэтому в обществе зреет определенный трах, собственно говоря Неуверенность в завтрашнем дне Для того, чтобы бороться с этими социологическими явлениями Создаются определенные, там, в том числе вакцина В том числе действия власти, направленные на то, что вот есть кривая Вот видите, забоевание увеличивалось, сейчас снижается Но мы сейчас стоим... То есть мы говорим о том, что власть сиюминутные какие-то решения принимает, да То есть вот есть сейчас проблема по росту заболеваемости И потенциально, там, в перспективе какой-то, может быть, ближайшей нехватки места В учреждениях здравоохранения, да Надо, значит, принять какие-то меры и ограничить что-то Не будет этого, мы опять расслабимся Вы про это, да? Да, вот буквально сегодня Собянин сказал о том, что Москва вышла на некую плату Стабилизировалось количество поступающих в стационары В принципе, не планируется продление выходных дней в Москве На это смотрит, естественно, вся Россия И, в общем-то, у людей складывается ощущение, что, ну, если Москва прошла То, собственно говоря, и мы тоже пройдем И это, в принципе, не так страшно, не так долго и не так больно Мне кажется, что все-таки эта история, она, ну, даже не там, не 20-х годов То есть это достаточно длинная история И тот вирус, который появился, и который, как мы видим, постоянно мутирует Появляются новые штаммы Ну, в этой реальности должны научиться жить в длинную И здесь уже вот вопрос, например, там, вакцинации Вопрос требований к вакцинации Вот вопросы требований, там, к предъявлению QR-кодов в тех или иных местах Они становятся, ну, не сиюминутными и не на сейчас А, в общем-то, давайте мы проговорим, там, вопрос в перспективе года, например, да? Да? И мы начнем говорить об очень многих вещах Ну, например, о тех людях, у которых есть методвод И которые сегодня не могут никаким образом получить какие-либо меняемые, там, даже рекомендации Как им себя вести Я уж не говорю, там, про конкретно утвержденные справки Этого нет вообще нигде Да мы не говорим про то, что люди с методводом не могут зайти в кафе сейчас Не могут пойти в париклахерскую Не привиться, не получить какие-то справки, не жить по-нормальному Если эти ограничения будут продолжены, это, соответственно, для них ни недели, ни две То есть это может растянуться история Я считаю, что это вот самое-самое главное, о чем должна государство думать вот прямо сейчас Об этом никто не думает, не говорит И, ну, у меня такое ощущение, что кто-то ждет чьей-то инициативы Москва сейчас ждет инициативы, как поведут себя губернаторы в своих регионах Москва ждет? Ну, сейчас смотрят, кто продлил, кто не продлил, да? То есть никого не осуждают, никого не поощряют А я думала, просто Москва смотрит, что придумают губернаторы у себя в регионах, чтобы скопировать Это мне показалось немножко обратным процессом, обычно по-другому бывает Мне кажется, что это сейчас как раз и складывается Давайте посмотрим, кто из губернаторов У нас губернаторы стала такая ступенька роста Раньше было нужно всю жизнь прожить для того, чтобы эту ступеньку как бы верхнюю забраться А сейчас это такая ступенька, которую вот ты проживешь, и посмотрим как, да? И дальше мы посмотрим, как будет развиваться твоя карьера Покажи себя, да? А потом мы тебя заберем в какое-нибудь хорошее министерство Абсурд Я считаю, что это вообще абсурд Ну, то есть мы говорим о чем? С одной стороны, мы понимаем, что меры могут растянуться не на неделю и не на две Мы видим сейчас, что регионы очень многие задумываются о том, чтобы продлить как минимум вот эту историю с входом по QR-кодам Да, и с одной стороны С другой стороны, есть категории жителей нашего региона, которые не по своей вине не могут вакцинироваться И, соответственно, лишены доступа к каким-то услугам Ну, есть еще И никто не занимается их проблемой Есть еще очень большая проблема подготовки к вакцинации То есть сейчас, на мой взгляд, подготовка к вакцинации сведена к нулю А врачи говорят, а зачем? Даже антитела не надо сдавать При том, что они же все практически говорят о том, что существуют определенные противопоказания Там, аллергического характера Существуют противопоказания, связанные с тем, есть у тебя антитела или нет у тебя антител Это даже, ну, такие элементарные вещи, которые, ну, в приличном обществе даже не обсуждают Все считают, что это уже доказано Вот, при том, что когда ты стоишь в очередь на вакцинацию Там тебя зачастую, в общем-то, и не спросят даже ничего Проходите всем можно, пожалуйста Ну, не повезло, не повезло Я считаю, что вот этот подход, связанный с предварительной работой по вакцинации С тем, чтобы человек чувствовал себя защищенным по-настоящему при прохождении вакцинации Он чувствовал определенную заботу о том, что он не просто как бы пушечное мясо, которое нужно вакцинировать для того, чтобы он не заболел Или мышка экспериментальная, да? Или белый кролик, так? Вот этого, ну, вот над этим должно государство работать А есть ли у государства сейчас ресурсы над этим работать, учитывая, что вакцинация идет, ну, в разгар пандемии, получается, да? То есть врачи сейчас заняты другим Немного ли мы от них хотим, чтобы еще кто-то профилактикой занимался И какой-то разъяснительной работой И собирал какой-то, не знаю, там, анамнез, да, у людей, которые пришли на прививку Некогда просто врачам этим заниматься, нет? Может, с этим связано? В России некогда заниматься делом всегда То у нас выборы, то у нас перевыборы, то какие-то там напряжения на международном фронте Вот, это же самое важное, самое главное То есть у нас долго раскачиваются И мне кажется, что, ну, пройдет еще, может, ну, по оптимистичным моим прогнозам Ну, полгода-год, там, 9 месяцев, да? И начнут, вот, именно спрашивать с руководителей, там, отвечающих за здравоохранение С Роспотребнадзора начнут, наконец, спрашивать А что же, собственно, сделано профилактического? Вот, давайте посмотрим Сейчас новости о том, что занялись профилактикой Занялись как-то учетом граждан, которые переболели Чтобы у них там, ну, как-то была определенная реабилитация налажена Их просто, ну, на пальцах одной руки даже, наверное, много этих полицей рук Не хватит, да? Да, нет, ну, на самом деле мало очень таких позитивных новостей Позитивных вот этих вопросов То есть никто об этом не думает Да, потому что все загружены другой работой Спасти их жизни людей, которые тяжело болеют коронавирусом, нет? Ну, я бы сказал, как бы, кто чем... Вздох сейчас был тяжелый такой Я человек аккуратный в высказании И в этом плане я считаю, что, ну, есть, в конце концов, определенная... Я поняла, не дорабатывают, да? Совесть и ответственность Этого не хватает на сегодняшний день у наших чиновников То есть они находят время на пиар Они находят время на то, чтобы сказать о том, как хорошо будет завтра А планомерно работать и готовить, ну, завтрашний день И потом нести за это настоящую ответственность Там, по крайней мере, там, с точки зрения, там, чести и достоинства Там, написать заявление, если у тебя что-то не получилось Вот этого у нас нет Я уж не говорю о том, что сверху у нас, ну, не принято своих сдавать И, соответственно, как бы ты, там, не на... Ну, не ошибся в своей жизни, в своей деятельности Вот так мягко говорю, там, да То есть только уже в самых сложных, в самых, там, закостенелых случаях Происходит какая-то реакция, там, на уровне вице-губернатора Начинают кого-то за коррупцию наказывать, там, скажем, да Хотя ведь это не... Ну, не может за день человек стать коррупционером, правда? Ну, конечно, сложно было не замечать, наверное Михаил, я хотела спросить, я правильно вас поняла сейчас, что вот история с тем, что нет профилактики, нет разъяснительной работы, нет предварительных каких-то обследований перед вакцинацией в массовом таком формате, да Когда не сам человек этим занимается, а именно цепочка такая, да, налажена Именно это является причиной того, что неохотно вакцинировались кировчане, россияне, вы об этом, да? Это вообще, на мой взгляд, это является причиной того, что у нас очень расцветает рынок вот этих вот покупок QR-кодов, покупок вакцины Поддельный сертификат Это прямая коррупция, несмотря на наличие уголовных дел, собственно, это вот у нас расцветает, я так считаю То есть, по крайней мере, там, по сведениям, которые там различные аналитические компании там публикуют Аналитические компании публикуют, в разговорах кировчане говорят, кто-то приходит, кто-то из знакомых рассказывает, вы знаете, что вот там вот можно купить Но при этом дел уголовных мы не видим Ну, в том числе и потому, что, а, собственно, что людям-то делать? Ведь понимаете, что тут получается... Вакцинироваться Вакцинироваться, идти к терапевту, брать направление на сдачу крови и все свои хронические болячки проверять, а потом вакцинироваться, нет? Так это невозможно сделать-то То есть, невозможно по причине того, что врачей мало, по причине того, что очереди очень большие, по причине того, что на работу нужно ехать завтра А QR-код я получу там через три недели, понимаете? То есть, вот этих вот всех причин их очень много И у нас опять получается, что жесткость наших законов смягчается необязательностью их исполнения А потом мы требуем, почему у нас люди маски не носят в общественном транспорте? Ну, если у нас, ну, я не знаю, то есть, это просто должно что-то очень серьезно случиться, чтобы у нас опять люди... Начали носить маски, ну, штрафовать начать должны, вот и все Нужны небольшие суммы День тебя оштрафовали на 100 рублей, на следующий день на 100 рублей На третий день наденешь маску Я, конечно, ну, вот я не уверен, что какое бы ни было... Ну, наоборот, я уверен, что какие бы штрафы ни были Самой системой наказания не заставить людей, ну, условно говоря, разделять поведение и заботу там о ближнем Так это воспитание должно быть, причем оно должно быть не месяц и не два Это со школы надо воспитывать... Должна быть определенная культура поведения Ну, то есть, она не появляется за день, там, за два Но мне, ну, мне кажется, я уверен, просто работая в системе, там, инициативного бюджетирования Я понимаю, что если есть пример людей авторитетных, что вот так нужно поступать То большинство людей понимает, что если они так поступать не будут, они становятся изгоями И чтобы не быть изгоем, они так же поступают, как поступают люди авторитетные, важные и значимые Влиятельные А если эти люди так не поступают, то все остальные так не поступают Но при этом, Михаил, вот возвращаясь все-таки к вакцинации, к QR-кодам и всему остальному Вот эти введенные меры по ограничению доступа, они же возымели действие, мы же видим По 6-9 тысяч человек ежедневно в Кирове прививается, в Кировской области, да? И вроде как, ну, сработало, получается? Ну, слава богу, то есть, мы сейчас, опять же, новость последняя, да? То есть, Кировская область вышла на четвертое место по темпам вакцинации То есть, мы молодцы Опять же, слово темп, я думаю, что количество, ну, прочитавших, там, больше половины не понимает, что это темп, а не количество вакцинированных То есть, по приросту, получается, мы вышли, да? Да, то, что у нас, там, в день вакцинируется, там, на тысячу человек, там, четвертое мы по России, там, условно говоря Вот, но, в целом-то, с точки зрения, ну, хорошо, давайте, в применении, там, к марту следующего года Там, применении к ноябрю 2022 года То есть, вот эта вот вакцинация Какие задачи решают? Ведь там пойдут процессы ревакцинации Сейчас параллельно, например, запускается, что? Запускается тема о том, что вот этот QR-код будет выдаваться после вакцинации не на год, а на полгода Ага, ну, говорили уже, да Обязательно была ревакцинация Надо ревакцинироваться через полгода во время эпидемии У меня, как бы, вот во всех этих процессах, опять же, есть еще люди, которые, ну, принципиально антипрививочники То есть, это достаточно большое воспитание, которое тоже сложилось не за период пандемии А это, ну, их искренняя позиция, исходя из, там, личного жизненного опыта, исходя из, там, советских, там, прививок, которые там были и так далее Если они ответственно ведут себя, носят маски, защищаются и не ходят больными на работу, то ради бога, пусть они своей точки зрения придерживаются Вопрос в том, что люди, которые отрицают пользу вакцины, они чаще всего отрицают и все остальные тоже санитарные меры Это, мне кажется, очень оценочное обсуждение, что они чаще всего Просто, вы представьте, уровень негодования, если вот, ну, я, как бы, там, вот, антипрививочник, я допускаю, ну, там, да То есть, вот, человек-антипрививочник, он переболел, у него очень большое количество антител А это тоже, кстати, проблемная категория, потому что многие жалуются, у них же нет возможности Есть огромное количество людей, которые переболели, не обращаясь к врачам Причем они это делали из самых лучших побуждений в тот момент Они говорили, я хорошо относительно себя чувствую, то есть, да, как при обычном ОРВИ Зачем я пойду с собой нагружать и без того заваленных работой медиков Я посижу дома, у меня там лечился кто-то из знакомых недавно, у него вот этот, весь этот список лекарств есть Ну, личный жизненный опыт, его, как бы, не перебьёшь То есть, соответственно, у нас такая, кладывается вера, там, да, вера в прививку и вера в непрививку Ну, вот есть люди, которые переболели, да С таким количеством антител Чего сейчас, как бы, две религии, там, у нас будут, там И это ведь очень, вот, по отношению, например, там, через год, как будут эти категории граждан себя вести Будет очень, ну, сложно Там, условно говоря, там, пример Белгородской области, которая отчитывается за то, что у нас, там, 60% привитых И потом на следующий день говорят, ну, не на следующий, там, через какое-то время Они говорят о том, что у нас сложная эпидемиологическая ситуация То люди начинают, перестают понимать, то есть, для чего прививаться, если это, ну, как бы, никаким образом не влияет Люди смотрят, как в других странах То есть, и те, кто думают, они вдруг начинают понимать, там, смотрят врачей Врачи-то тоже очень неоднородны в своей массе, ну, с точки зрения, там, отношения к прививкам Ну, и вот, как относиться этим людям друг к другу? Одни хуже других, что ли? Я не могу этого понять При том, что понятно, что проблема есть Понятно, что это надолго Понятно, что это, ну, требует большого внимания Ну... Так вот, в случае, Митл, выход-то какой? Ну, то есть, вот, мы сейчас столкнулись уже с мерами, от которых страдает бизнес От которых страдают люди, потому что мы на этой неделе делали развороты Представители бизнеса говорили и про горожан, которые недовольны, расстроены тем, что не могут попасть куда-то И про то, что у них упал поток клиентов где-то на 60, на 70 процентов Они, конечно, ожидают, что привившиеся вернутся, но это будут не все их посетители Знаете, у меня такой нетривиальный, как бы, подход, ну, как я считаю, там, да То есть, у нас сейчас деньги тратятся на пиар Ну, практически в каждом регионе количество этих денег Исчисляется миллиардами рублей На пиар чего? На пиар власти, органов власти Действия То есть, первых лиц, на пиар деятельность власти, да Я могу сказать, что, если взять ее в целом, там, да То доля, которая связана с формированием поведения в период пандемии В этих деньгах, она просто незначительная То есть, большинство этих денег уходит на восхваление и на показ каких-то результатов Которые, в принципе, никому не интересны Перерезание ленточек, вот вы про это, да? Абсолютно Так То есть, и вот если изменить даже просто вот Вот они, средства для того, чтобы личное поведение первых лиц Связанных с тем, как себя нужно вести, там, условно говоря Изменить поведение людей, отвечающих за систему здравоохранения, там, да Стать более открытыми Сделать так, чтобы про вакцинацию, про болезни, про последствия Про вот эту культуру поведения Говорили не люди, которые в этом не разбираются Ну, даже не я должен про это говорить То есть, я, ну, говорю просто как обыватель, как человек А должны говорить первые лица, которые, ну, профессионально за это отвечают Они знают информацию из первых рук Они основываются на результатах науки, на чётких статистических показателях Формировать вот эту вот Ответственность за статистику нужно формировать То есть, если в статистике пишутся, ну, условно говоря, банальные цифры, которые не сходятся просто арифметически И никто не поясняет, почему они не сходятся сама-то, как бы, в этом печальное что То доверия нет Какого доверия-то может быть? То есть, вот эти деньги, которые идут на пиарных, нужно направить на формирование доверия На формирование и показать, ну, на более честное и открытое и прозрачное отношение ко всему обществу Это требуется сейчас, это первое, очередное, это невходимая точка зрения выживания, в общем-то, страны А иначе? Иначе, ничего страшного Планета управляет по нормальным законам природы Может быть, будет чуть меньше жителей, будут немножко другие, как бы, люди проживают Да это не смешно, Михаил, на самом деле Мы грустно шутим по этому поводу Ну, давайте историю посмотрим У нас были времена, там, во время, там, средневековья, да, когда чума, там, выкашивала целыми, там, городами, государством То есть, человечество же выжило Ну, как-то обидно просто в 21 веке-то подвергаться подобному, нет? Ну, мне кажется, просто люди никогда не учатся на своих ошибках Именно как человечество, именно как общество И поэтому, конечно, здесь очень важно Как можно быстрее прийти к осознанию того, что это надолго Вот просто, даже если это осознание появится Появятся другие механизмы, другие подходы Мне кажется, те, кто об этом думает, те, кто реагирует Те, кто инициативны в этих вопросах Те регионы будут, ну, более конкурентоспособными Они быстрее создадут себе атмосферу, которая будет привлекать людей на свою территорию Сегодня из Кирова многие уезжают, в том числе и поэтому В том числе и потому, что тут нету, не видно, заботы о человеке Едут в Москву, в Подмосковье, едут там, я не знаю, там, в другие регионы Где чувствуют, что там им безопаснее Хотя там, я не уверен, что там безопаснее Нет заботы о человеке в нашем регионе, говорит Михаил Шевелев Мы продолжаем, время просто у нас катастрофически бежит вперед Я хотела поговорить с вами как раз о власти, которые о людях заботятся Как вы наверняка знаете, в следующем году у нас выборы в городскую думу И сейчас вокруг этих выборов, ну, достаточно много разных версий обсуждения теории предложений Ну, в частности, вот администрация, мэрия, точнее, городская дума Сейчас собирает мнение горожан, как я понимаю, да По поводу того, выбирать нам депутатов в городскую думу Все-таки по одномандатным округам и только так Или как вот нынче, там, да, половина по спискам, а половина по одномандатным округам Значит, предложение было сделано Еленой Ковалевой Насколько я помню, это было примерно с середины октября И до середины ноября собирают мнение кировчан Я, правда, вот честно не понимаю, как их можно высказать Ну, вероятно, если ты письмо напишешь на улицу Воровского Там, да, твой голос, твои предложения учтут Не очень понятно, где брать людей на 36 округов А может быть, их будет 18 И аргумент следующий Почему одномандатники? Потому что этих людей все знают в лицо Да, голосуют именно за них У этих людей повышенное чувство ответственности перед горожанами И вот они-то как раз сделают так, чтобы из Кирова не уезжали Вы, Михаил, в это верите, что эта система, она будет так работать? Ну, я слишком долго, скажем так, живу в публичном пространстве города Кирова Чтобы, ну, верить в искренние слов Елены Васильевны Я могу простой пример привести С 1 января в Кирове наши депутаты Кировской городской думы Должны были принять правила реализации инициативных проектов То есть тех проектов, которые могли бы подавать жители города Для того, чтобы участвовать в решении своих вопросов местного значения Это федеральный закон, Т-31 То есть, в принципе, изменения, которые связаны с уставом города Они были достаточно быстро приняты И, в принципе, у нас сейчас в уставе тоже написано о том Что инициативные проекты должны быть Обладать своими правилами выдвижения Правилами проведения конкурсного отбора В общем-то, проект закона Который связан с новой формой участия граждан в местном самоуправлении Он должен быть Я, насколько знаю, даже есть предписание прокуратуры, что это должно быть И так, и? Ноль То есть, нет сил, желания, может быть, профессиональных компетенций Мне лично, ну, то есть, мы работаем по всей России Когда даем рекомендации, проводим семинары на всю Россию Связано с реализацией инициативных проектов Консультируем Тюмень, Ханты-Манси, Сургут, Красноярск Тверь, там, условно говоря Позвонила, ну, там, условно, там Последний помощник какого-то специалиста В определенном департаменте Кирова И попросила слезы Михаил Анатольевич, помогите мне это делать Я говорю, вы понимаете, как бы, ну Это не так делается То есть, это серьезная, большая работа Связанная с тем, чтобы создать возможность для горожан Совместно с властью решать вопросы местного назначения При том, что тут, ну, речь не идет о деньгах Речь ведется об открытых и прозрачных отношениях, как бы, ну, в общем-то Она сказала, ну, я все понимаю, но у нас здесь некому это делать Ну, подождите, вот придут депутаты-одномандатники И наверняка будут среди них юристы Ну, то есть, мы сейчас должны сказать о том, что Сегодняшняя Дума Она, как бы, не дееспособна, да? И она предлагает вместо себя Другой формат других депутатов Более дееспособных При том, что я уверен, из представителей, скажем так, местных элит Которых есть интересы в городе, в хозяйстве, в своем бизнесе в этом городе Практически, я считаю, что 90% их останется В Думе? Ну, в Думе Ну, я не в количественном составе, а именно с точки зрения, как бы, тех, кто Имеет какие-то определенные, там, интересы в том, что управлять в городе Организации, либо каких-то там сил, да, политических Так Вот Поэтому, вот, ну, говорить о том, что вот это делается, развитие ради того, что мы изменяем законодательство для наших избирателей Ну, вы не верите? А вы свой отзыв оставили вообще в администрацию? Отправили свой отзыв? Нет? Или вот вы тоже нет? Нет, я не отправлял свой отзыв И не будете? Ну, я, честно говоря, не видел этого опроса То есть, я не слежу за такими опросами, которые, ну, проводятся опрос ради опроса То есть, и, в принципе, я знаю, как эти опросы можно провести так, чтобы они были очень впечатляющие по цифрам Не противоречащие действующему законодательству и формально соблюдающими все требования к проведенным опросам Михаил Шевелев в нашей студии Мы сейчас вернемся к особому мнению после небольшой рекламы Особое мнение на 101FM Михаил Шевелев в нашей студии Советник по экономике Вятской торгово-промышленной палаты И руководитель Альянса консультантов инициативного бюджетирования И мы продолжаем Выборы депутатов-одномандатников в городскую думу Новая схема изменена И Михаил не верит, что это будет работать И вообще удивлен, что нынешняя дума, которая выбрана по другому формату Где половина списочников и половина одномандатников, видимо, считает, что плохо работает Раз предлагает другой вариант Да Я больше даже не знаю, что в этом добавить И, честно говоря, в свое время была дискуссия о том, что лучше То есть, когда дума одномандатная, когда она выбирается Когда мэр у нас, собственно, выбирается, либо он назначается То есть, я смотрю, я до сих пор не могу разобраться, кто у нас мэр Госпожа Ковалева, либо господин Осипов Потому что с точки зрения пересечения их полномочий Я могу сказать, что они вдвоем несут, в общем-то, всю ответственность И если там что-то, какие-то есть нарушения То они вдвоем должны отвечать, собственно, равными долями Потому что контрольная функция исполнительная, они пересекают Если контрольная не работает, то исполнительная, естественно, работают так, как они хотят А если контрольная сильно работает, то исполнительная тоже могут быть недеоспособными Потому что перестают работать, потому что должен быть тандем В этом плане выборы мэра, наверное, более деятельны То есть, ценнородные выборы А вот, кстати, удивительно, да, то есть, в качестве аргумента Нам приводят за депутатов одномандатников тот факт, что каждого из них горожане знают в лицо И голосуют именно за него, и именно поэтому он будет хорошо работать А в ситуации с выборами мэра, когда сторонники этих выборов те же самые аргументы приводят Говорят, не, ребят, еще не время, подождите, что-то вы не то предлагаете Тут вы не очень сознательны, вы же не понимаете, как это сложно работать Какая поддержка должна быть со стороны правительства Кировской области Поэтому давайте мы лучше будем делать так, чтобы мэр назначался с согласия, ну и так далее Из числа депутатов Городской думы, или вообще председатель правительства нам командировал какого-нибудь человека Да, и назначать, и снимать в кабинете Я вообще тогда считаю, что... У нас же, кстати, вот сейчас эти разговоры, они, конечно, ну уже такие по инерции Вот, честно говоря, я не вижу... Про выборы мэра А? Про выборы мэра Про выборы мэра, про изменение состава Городской думы То есть я не вижу, честно говоря, в сегодняшней модели даже не юридического, а фактического, как бы, исполнения нашего законодательства муниципальных образований Чтобы муниципалитет стал, ну, действительно самостоятельным хозяйством, прислушивался к мнению жителей И, собственно, ну, развивался так, чтобы жители имели возможность, там, каким-то своим соучастием и вовлечением участвовать в развитии вообще этого большого механизма, так, ну, города Этого большого прекрасного города, которому скоро много лет исполняется, у которого юбилей, да? Жители отдельно, власти отдельно, каждый решает свою задачу И юбилей отдельно, то есть у него тоже есть свой директор, у которого должно быть всё хорошо Вот И в целом, есть ли уж, у нас сейчас же идёт реформирование законодательства в связи с новой конституцией Будет новый закон, уже есть проект закона о публичной власти Российской Федерации Будет новый закон о местном самоуправлении Вот в этом, в этой конструкции Лучше будет? Лучше? Ну, я думаю, что вот те неформальные подходы, когда у нас губернатор назначает и снимает там главу администрации города Будет, наверное, более легализовано То есть, условно говоря, будет прямая ответственность, ну, руководителя, наверное, публичной власти в регионе За своими, скажем так, ставленниками в муниципалитетах Это, по крайней мере, будет честно Потому что сейчас есть возможность сказать, это не моё, это город Это же депутаты там кого-то выбрали Кого-то выбрали Кого-то они там выбрали, вы сами виноваты Ну, вот с этой позиции, мне кажется, здесь может произойти изменение Потому что в России, ну, получается так, что если там нет прямой, там, железобетонной вертикали То, соответственно, требовать кого-либо, чего-либо невозможно А, ну, то есть, тут вообще вопрос прямых выборов мэра города отодвигается, не знаю там, насколько Куда-то улетает просто, в заоблачные дали, нет? Мне кажется, что это действительно вот в рамках всего развития, да То есть, ну, будет демократия, она будет какая-то такая, может быть, как в советское время, да Когда ты приходишь, ты уже знаешь, что там выбрано, там, да Угу Тебе просто надо галочку поставить за этого человека И булку купить потом Ну, как в некоторых странах И вьетнамские бананы вяленые И уйти с участка Ну, к сожалению То есть, я пока не вижу позитива Потому что позитив требует, в том числе, сильной правовой системы Сильной правосудия Ну, то есть, сильной системы судейского корпуса Она тоже не появляется в одночасье Как-то, там, независимо по мгновению, там, щелчка Поэтому это все развивается Системы развиваются, они достаточно последовательно Ну, я не могу сказать, что у нас там, ну, там, сильно хуже, чем во многих других странах Просто у нас такие правила игры В которых мы вынуждены, собственно, сейчас существовать Четыре минуты у нас остаются, Михаил, с вами до конца эфира Мы хотели с вами еще поговорить немножко про школьное инициативное бюджетирование Не видела у вас в Фейсбуке отчет Не знаю, не отчет, посты, да, о вашей поездке в Югру, по-моему, да, вы ездили? Сургут Сургут, да И вообще, как-то мы с вами встречались в этой студии Говорили о том, что как раз вот там, на северах Очень большое внимание власти уделяют этому вопросу Потому что им важен диалог с жителями Ну, в том числе, как я понимаю, прямо со школьной скамьи это все начинается А в Кирове мы тоже ведь говорили про инициативное бюджетирование Вообще Киров это колыбель инициативного бюджетирования Но почему-то куда-то там вот на чердачок закинутая, судя по последним новостям, грустным Ну, для меня действительно Киров на сегодняшний день достаточно грустная территория С точки зрения инициативного бюджетирования И мы разговариваем регулярно, встречаемся с руководителями наших проектных центров С министерством финансов, с министерством соцразвития С министерством образования с Ольгой Николаевной То есть общаемся, то, что есть, в общем-то, скажем так, интерес у наших руководителей, он есть Да, он уже два года, как есть, до ковида еще все училось Мне кажется, основной вопрос у нас связан с поддержкой первого лица То есть есть ли первое лицо, ну, в принципе, в любом регионе так Есть ли первое лицо заинтересовано в том, чтобы это направление развивалось Если он понимает и четко чувствует, что именно это направление нам нужно двигать в долгосрочной, среднесрочной перспективе То оно очень, ну, живо себя чувствует То есть видно поддержка и работы с точки зрения, там, муниципалитетов, там, руководителей, там, образовательных организаций Она вся как-то комплексно дает эффект Вот, а сейчас я в Киркл области это не наблюдаю А что касается других регионов, то я могу сказать, что... Зачем они это делают, Михаил? Вы знаете, вроде бы и в Ханты-Мансийском автономном округе, и в Янау достаточно, ну, гораздо лучше с денежными средствами, чем в Кирове И вроде бы там решается вопрос... Помощь жителей им не нужна в этом вопросе, они сами справляются прекрасно Да, 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 и они очень много делают Но как раз проблема взаимодействия, проблема вовлечения жителей, понимания того, как устроено местное самоуправление, как устроен бюджет Желание, чтобы жители разделяли ответственность за будущее того места, в котором они живут Вот оно двигает... Патриотов воспитывают там, получается, таким образом? В хорошем смысле, да, потому что, ну, чтобы любить родину, нужно сначала любить, там, свою семью, свой класс, свою школу, там, потом уже можно говорить, там, о малой родине, о большой родине Потому что это всё местное жизнь, она жизнь И она должна быть не имитационной, она должна быть реальной Реальная жизнь сегодня без денежных средств невозможна Она, как правило, связана с бюджетными ресурсами на территории А в Кировской области проблема именно в деньгах? В том, что у нас это не развивается и нет политической воли первого лица? Или всё-таки в чём-то другом? У нас просто минута, вот, буквально, остаётся Понимаете, не важно, сколько денег, важно, какое отношение То есть деньги, они есть У нас бюджет в Кировской области вырос, там, с 43 миллиардов до 78 миллиардов В этих миллиардах найти, там, деньги, которые на сегодняшний день, мы ведь реализуемся Там есть деньги, в принципе, их меньше, но они есть, они всё равно реальны Там, найти деньги на школьное инициативное бюджетирование Это не те деньги, про которые мы можем говорить, а это деньги на наше будущее, на будущее наших детей По сути, это сегодня единственный инструмент, получается так, что Который педагогически пособствует воспитательному процессу в школе, основанный на реальных проектах Михаил, вот, ещё раз, я спросила, да, не про то, сколько нужно денег Я понимаю, что их, наверное, нужно не очень много, там, в масштабах области и других проектов Ссылаются на что? Денег нет? Ссылаются, да Очень печально Михаил Шевелёв в нашей студии был Руководитель Альянса консультантов инициативного бюджетирования Советник по экономике Вятской торгово-промышленной палаты Мы историю со школьным инициативным бюджетированием возьмём ещё и разберём её просто Спасибо большое Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok